Что такое молодёжная работа в вашей стране? Молодёжная работа – это деятельность по организации проектов, в которых участвуют заинтересованные молодые люди. Они знакомятся друг с другом, они делают что-то интересное для горожан, для своих знакомых. Через это они становятся более вовлечёнными в жизнь общества, вывышается вера в себя у них, они находят творческий выход своим идеям и реализуют их. Для меня молодёжная работа – это больше как добровольный участок каких-то проектов в организациях и больше как просто помогать добровольно. Я бы не сказала, что для меня молодёжная работа как работа, потому что всё же это больше как интерес какой-то, не связанный ни с чём и ни с чем. В самом Таллине, так и в других городах огромное количество различных школ по интересам, где у молодёжи есть возможность выбирать, чем заниматься, какому делу отдаваться. Различное огромное количество спортивных секций, летних лагерей. И в принципе молодёжный центр у нас как таковой даёт возможность ребёнку как реализовать свои желания, так и приходить туда со своими какими-то идеями и даёт возможности для воплощения в жизнь. Ну а понятие как работа – это действительно как стиль жизни, тут ты делаешь не только для себя, а для общества, тебе должно это нравиться заниматься. И нельзя чётко сказать, что это работа как… так всё очень жёстко. Это всё должно быть легко, просто для себя. Работа, ну как бы если брать для себя, то это всё-таки вот определённый стиль жизни, которым ты постоянно живёшь. И это, я считаю, что это самая лучшая первая работа. Для меня лично это образ жизни, тогда, когда нет выходных, тогда, когда ты каждый час, каждую минуту думаешь о том, что ещё нового предложить молодым людям для того, чтобы они развивались и для того, чтобы они были частью нашего общества. Молодые люди имеют возможность развивать свои навыки, компетенции, духовный, интеллектуальный, физический, чувственный потенциал. Как ты понимаешь, кто такая молодёжь? Ну, возраст, чем отличается? Ну, я вообще думаю, что молодёжь – это самое умное, креативное и весёлое общество групп. Конечно, они имеют проблемы, но они всегда часто и сами решают эти проблемы. Молодёжь – это люди, которые активно ищут себя и, по-моему, жизнь для которых окрашена такой беззаботностью. И определить это можно так, что они уже вышли из-под родительской опеки, но ещё не обзавелись собственной семьёй. Конкретно молодёжь, под термом «молодёжь» подразумевает некая возрастная социальная группа, которая, грубо говоря, находится на этапе становления. Если попробовать это объяснить, то это тот самый этап, когда человек пытается определить свою гражданскую социальную позицию. Для нас молодые люди – это люди, которые хотят изменить мир, которые могут изменить мир и которые всегда в процессе чего-то нового, креативного и хотят, и могут, и приходят к нам. Как ты думаешь, как молодёжные работники справляются с проблемами, с которыми молодёжь обращается к ним? Всё зависит от проблемы, и если молодёжный работник, скажем так, квалифицирован, имеет свою определённую базу знаний, он может легко решить любую проблему, или подсказать, как её решить, или сказать, к кому обратиться. Опять же таки, всё зависит от проблемы и от специфики, ну и, само собой, от региона, от страны. Ну, я думаю, что, в принципе, на любом уровне проблемы решаемы, поэтому обращаться надо всегда. Я думаю, самое главное – это прямой искренний контакт и заинтересованность в судьбе, в жизни другого человека. Независимо от этого, если он открыт, заинтересован в диалоге, в живом диалоге с молодёжью, он через это найдёт понимание и сможет передать свои ценности, помочь. Сам ему многому научится, молодёжь многому научится. Для этого мы создали разные клубы тематические, это дебаты клуба, это клуб волонтёров, клуб молодого писателя, межкультурный клуб, где молодые люди могут приходить и по интересам, общаться между собой, опытом. И это всё для ней, для того, чтобы происходило развитие, и чтобы им было легче интегрироваться в социум. Там тренинги, мероприятия, ярмарки труда, с помощью которых они развивают свои навыки, осведомлённость у них повышается, и они становятся более уверенными в себе, и уже становятся активными членами общества. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова